Я уже говорил о том, что сегодня отмечается Международный день пчел, и в нашем регионе есть немалое количество людей, которые увлекаются пчеловодством. Один из них, директор Инженерно-технологического института КГУ, им. Циолковского Сергей Иванович Кривов. Сергей Иванович, доброе утро, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. По разным темам мы встречаемся. У вас сегодня приятная и актуальная, важная тема, которую обязательно нужно обсудить. Давайте с вашего увлечения пчеловодства начнем. Когда сложилось так, что вы начали дружить с пчелами? Вы знаете, история очень давняя. Причем она началась еще до моего рождения. В этом году в нашей семье 84-й сезон пчеловодства. Мне еще нет 70-ти, поэтому это было еще в далеком 1940-м году, когда мой отец поймал первый рой. И бабушка, которую звали Агафья, завела пчелы. И с тех пор они живут в одной из деревень Калужской области. Не буду рекламировать и называть. Да, и я лично занимаюсь более 30 лет. Насколько это сложный, кропотливый труд, я слышал, что даже есть определенные процедуры лечения пчел. Лечение пчел или лечение пчелами? Нет, лечение пчел. Лечение пчел, да. Ну, вы знаете, это действительно очень тяжелая работа. И с возрастом ты понимаешь, что это работа для молодых, потому что это физически тяжелый труд. Ее нужно передавать по наследству. Да, сын и внук уже занимаются, помогают мне, поэтому я думаю, что если им будет интересно, они продолжат эту работу. И пчелы действительно, как и мы, болеют, и причем болеют очень серьезно. И на сегодняшний день есть достаточно много препаратов, которыми можно лечить пчел. Но вы знаете, самое, наверное, главное, вот здесь только что был доктор передо мной, да, все-таки профилактика болезней и высокий иммунитет. То есть если пчелиная семья сильная, она справляется с этими проблемами. Если она слабая, даже как и человек, она будет болеть. Пчелы действительно живут очень давно на Земле, порядка 40 миллионов лет, поэтому за это время они научились бороться со своими проблемами. Ну, а об этих проблемах мы поговорим, о проблемах, которые люди создают для них. Вот насколько полезен для иммунитета человека тот продукт, который дает пчелы? Давайте о нашей стороне. Ну, в данном случае есть даже такое направление научное, да, апистерапия, лечение укусами пчел, лечение продуктами пчеловодства. И в наших пчеловодных таких районах, как Башкирия, Алтай, там этим активно занимаются. Есть так называемые пчелодомики специально, которые строятся для того, чтобы человек мог как в больницу приехать, полежать над пчелами. Да, воздействие феромонов пчел, воздействие их, так скажем, чистоты, их колебаний. Они очень благотворно действуют на человека. И во многих, ну, различных книгах описываются методы вот этого лечения. Конечно, сегодня медицина дошла до больших высот, да, и мы используем чаще всего препараты фармацевтического профиля, да. Но, тем не менее, то же самое мед, я считаю, что все-таки он полезный продукт, хотя тут Малыш его как-то сильно критиковало, да. Пыльца, перга, прополис, настойки прополиса. Я думаю, что в данном случае, даже если возьмем мед жидкий, который летом получаем, да, и намазать рану, можно забинтовать, да, и бинт не присохнет. Причем, потому что мед не сохнет никогда, и потом легко ее снять, не нужно срывать. И поэтому во время войн очень часто использовали мед именно как дезинфицирующее средство, да, и помогающие им. Мне довелось побывать на пасеке в Абхазии, где человек, проводивший экскурсию, рассказывая о том, как они ухаживали за пчелами, сказал, что в день рекомендуется не больше одной чайной, кажется, ложки меда для человека. Но я знаю людей, которые мед гораздо чаще употребляют в пищу. А что вы здесь скажете? Ну, я думаю, что он в определенной степени прав. Доза, как всегда, для каждого индивидуальна. Да, кому-то может быть немножечко больше, кому-то меньше. Но я думаю, что объедаться этим медом, конечно, не стоит. Это все-таки энергетически очень такой ценный продукт, мощный продукт. Да, и поэтому может быть аллергия. Да, и сегодня аллергия вообще одна из таких... Распространенных. ...распространенных, да, проблем, и мед в том числе этому может способствовать. А теперь возвращаясь к вопросу уменьшения популяции пчел в определенных районах. Ну, говоря о Калужской области, мы часто поднимаем эту тему. У нас, допустим, даже на гребе Медыни изображена бочка сметанная пчела. Так вот, почему уменьшается популяция? Какие химические воздействия влияют на это? Ну, знаете, да, действительно, мы можем говорить о том, что Калужская область не является таким районом, где большое количество пчелосемей мы производим, большое количество медов. Нет. Но, тем не менее, многие держат, и есть большие пасеки, где люди занимаются этим профессионально и зарабатывают на этом деньги. Для меня это хобби, и для меня это не является главным, приносящим прибыль делом, да. Но, действительно, ряд районов в Калужской области очень сильно страдает от тех химикатов, которые используют сегодня всех воспроизводителей. Причем, когда говорят о том, что на время обработки нужно пчел куда-то убрать, это говорят обычно люди, совершенно в этом деле ничего не понимающие. Пчелу нельзя убрать даже на час, они погибнут просто-напросто. Перевозить пчел, это улей весит 100 килограмм, и как я буду его поднимать и перевозить, и это вообще очень сложная задача. И я просто вот занимаюсь, как я вам сказал, много лет уже пчеловодством, я до недавнего времени стал считать себя пчеловодом, потому что пчелы у меня не гибли. 25 семей уходило в зимовку, 24 возвращалось, одна семья – это было максимум. За последние два года я теряю от 13 до 17 пчелосемей из своих 25. И я так думаю, что если дальше дело пройдет, я вынужден буду прекратить заниматься пчеловодством. А что может повлиять на ситуацию в позитивном ключе, как-то ее переломить? Вы знаете, за такой короткий промежуток времени я не смогу вам ответить на этот вопрос, потому что проблема глобальная. Ну что ж, будем задумываться о том, как эту проблему решить. Огромное спасибо, что были с нами сегодня утром, мы обсудили такую важную тему. Пчелы очень чувствительны в плане нашего общего экологического состояния.